Дворф Озвучка-то прикольная же Что-то происходит Что-то слишком много болтает этот Дворф Ну-ка давай, накостыляем он Ну давай, преподай мне урок Попробуй забрать мои медики Да, ну ладно Война-мага Ну да, после консилота такое 60 урона вроде сразу Ну давайте Попробуйте хоть кто-нибудь меня ударить Чем тебе не экшен, проболось Чем тебе не экшен Вперед, парни Разберемся с Дворфом Черт Дворф не три мое экспо Ну что, хорошая была драка Жаль, что они схватились за оружие Но если они хотели уронять шансы То я их за это не виню Кстати, меня зовут Келгар Келгар из клана Айронфистов Я уже давно путешествую по побережью А Виви Ненадолго остановился, чтобы В волю подраться Довольно спокоен Да, жаль Я как раз хотел немного поразмяться А когда все кончится, угостить их выпивкой Ведь тогда они все равно получили бы мои деньги Ну, по-моему, так даже лучше Дерешься ради забавы? Ради забавы? Вовсе нет В первую очередь Это хорошая тренировка Ну, конечно, это весело Но на самом деле я хочу укрепить свое тело И отточить навыки Астальгия Ну, первый, да, тоже клевый Знаешь, на дорогах сейчас с каждым днем Все опаснее и опаснее Э, стабильность, Артек Стабильность Я направляюсь в Невервинтер Тогда тебе повезло Так уж случилось, что мне тоже надо в Невервинтер Да, сегодня мне и правда повезло Рад, что мы друг друга понимаем А если удача нам улыбается То кто мы такие, что вот не... Я бы не прочь зайти в плакучую Иву Там бы мы потравили друг друга Бальти за парой кружек лучшей выпивки, которая есть у этого трактория Я-то думал, здесь Здесь думал, можно огненный меч прикупить А это... Нет Ну и тогда я ему по-морде дал за этот вопрос И пока он собирал свои зубы с пола Его друг решил добавить пару метких выражений Про наследие моего народа Так что я и ему вмазал Ну, если коротко Я горжусь тем, чем... Солый клан какой-то Драками Их всегда слишком мало И в этом занятии всегда есть место самосовершенствованию Если ты решил посвятить себя этому занятию Главное, сосредоточиться и не стоять в току Поэтому я и направляюсь в Невервинтер Говорят, там есть дом с монахами Как вот... Монастырь И вроде они готовы всех обучать Только попроси А лучшей возможности я и мечтать не мог Дворф, который мечтает стать монахом Да, да, знаю Делал варвара с энтой Только в пилорсах Варвары обмазываются интеллектом Да, и читать не приходится Большой плюс, Сартрик Большой плюс Ну, ты понимаешь Почему и на монахом? Как это всегда бывает Я не сразу захотел стать монахом А случилось так, что... Но Дворф озвучен круто Калакча! Найди его! Ну ты посмотри Вот и подоспела очередная тренировка Калакча Калакча Да, была озвучка Такая же вроде и была Стариной Посмотрим У него, кстати, топора уже нет В руках по дефолту Надо ему топор выдать Бить с руки, конечно, весело, но... Да-да-да, топор С силой хотят Правильный перевод, там мощь Да, варвары силой И... Интеллектом Да и маги тоже силой И интеллектом, лол И маги, и варвары Обмазываются практически одинаково Сила инта Ловкость Маги еще ловкостью обмазываются Да-да, я вспомнил Что надо ему там топор сразу Отдать Наверху там еще есть Помогите, помогите А у него специализация на топоре вроде или нет? Потому что ему тоже... Тоже ему дать дворучный меч Великое расчечение Грейтклифф Рассечение Сбивание с ног У него нет фокусировки же Да, на, держи Держи, друг Православный дворуч Православный дворуч Че варвары-то кроме силы Инты берут Ловкость еще можно взять Чтоб быстрее отжебошил Там ловкость и телосложение Чтобы сразу... А, еще восприятие нужно Варвару нужно вообще все Еще и восприятие, чтобы не промахиваться Помогите мне кто-нибудь Наверху есть еще... Блин, все-таки читать-то приходится иногда Сильно дворучий уступает Да не сильно, но... Будем с дворучником бегать Давай сначала обсудим цену Не могу одобрить того, что ты берешь за это деньги Ведь они тебя ищут Я не стану за это браться меньше, чем за 50 голды Но я не могу себе этого обзволить А я не дипломат Неудача У меня нет столько денег Ай, ладно, забей Пойдем Действительно, к чему болтать? Все равно пойдем всех убивать Я шварвар, а че мне торговаться? Лол Не варварское это дело, торговаться Хотя Барт в моей душе Хочет поторговаться иногда Надо погромче, наверное, еще Голоса сделать Чуть погромче озвучку Будем дружить с Хилгаром По-моему, у Хилгара еще статы нормально раскиданы Надо посмотреть Тот редкий случай, когда у персонажа, которого вам предлагают Вроде нормально раскиданы статы Старварс Котор Отличная серия Проходила не раз Первую часть даже на стриме проходила Вторую так и не допрошел Может, как-нибудь еще и пройду Варвара интеллекта должно быть около нуля Но там в Пое своя философия Там варвары качают инту Чем больше инты, тем лучше Там варвары не тупые Не, ну нафиг его Монах из него такой себе Вот как воин, он крутой А как этот самый Скажи Как монаху Он что-то Че у тебя там по статам Да, у него 18 силы 18 телосложения 10 инты, 10 мудрости Причем у него статов явный перебор И 7 харизмы Вот он реально крутой Гайд стрима, ах ты Как ты мог Стример вечер пятницы, красота Да, классная варвара эрудиты Пинг высокий Через секунду Да, они Для правильных ударов по конусу Вот, именно, именно Вот смотрите В большинстве игр Да что там в большинстве Почти во всех играх Перед этих напарников Которых вам предлагают Хочется просто лично Вот своими собственными руками Взять и удавить А вот этот крутой Причем даже умения у него Все нормальные И могучий удар Рассечение И великое рассечение Все это у него есть Избивание с ног В принципе тоже пойдет С живучестью То есть, блин Везде бы так Персонажи и делали Вторичных Остальные, правда Вроде не настолько крутые Давайте немного Озвучку изменим Эффектов И звук Поднимем А то как-то Совсем тихо Так Еще, наверное, клавиши Изменить Клавишу подсветки Хочу изменить Все-таки Не на Z А так Если здесь карта Здесь пауза То давай, не знаю Давай на Q Так И графоний О Пауза Карта Все, вот так пойдет Пойдет, пойдет Монахам тоже только раз сделал Да он унылый как монах Ну реально Он как воин вообще крутой Это монахи не нюкеры Не троллить про геймера Который в этих цифрах шарит Ну да, ну блин Как бы Вот могут же Когда захотят Так, пожалуйста Не бейте меня Да боже Вали отсюда Безопасно О Храни тебя, боги Я поверить не могу Что я все еще жив Спасибо, спасибо, спасибо Да, давай проваливаем Нелутаемый ящик, да? Откройте мне путь в Нарнию Тут есть киберспорт Тут сплошной киберспорт С кубиками Сплошной киберспорт С кубиками Каждый удар Может быть критом А может быть промахом Может быть Критическим промахом Или это не в этой игре Этот мой Статы от балды У него статы, по-моему, даже завышенные Даже завышенные Ловкости бы ему еще 14 запилили Да, есть удары Блин, а роги-то вот нет Приходится все ломать Да тут вроде вообще нет системы кармы По-моему А, нет, подождите Есть Но для меня это Не роляет Мне пофигу Мне главное оставаться хаотичным Главное к порядку не сдвинуться Инстакил Инстакил вроде саму себе не сделать Критически промахнулся Я перстом смерти убил сам себя Это фоли было По-моему Спасибо за помощь Я уже начал думать Что эти существа никогда не кончатся И разумеется Ты хочешь меня наградить Ну что ж Небольшую награду ты заслужил В этой жизни ничего не бесплатно Бесплатно не бывает, верно? Да, верно Погоди Это мы с Яриком Твою шкуру спасли, Гален Если уж что и заслужил от награды Так это мы Вам двоим уже и так заплачено За то, чтобы вы меня защищали А вот он этого делать был не обязан Давай 50 голды Это честная сделка Ну а теперь если с делами покончено Да Валите, валите отсюда Бегите, глупцы А я Присяду Присяду на колено Ногой в лицо Ну да, они с вертухи умеют бить Но в основном бьют все-таки руками Все-таки руками Привет, Рэнбо А я тут лицом по клаве катаюсь Своим бардом-варваром Гера Женщина по имени Гера Гера Помедитировал до утра? Бывает, бывает У тебя получилось, прошу тебя Прими нашу благодарность И вот это золото И мы будем вечно тебе признательны Блин, почему постоянно дипломатия? Где запугивание? Ладно, давай сюда Я же там не скатываюсь к порядку Правильно? Не скатываюсь же Еще раз спасибо Лучше нам отправиться дальше Я не против драки Но я не люблю, когда от наших дел страдают другие Внезапное нападение Ага, получено очков опыта Бедный Йорик Лицом по геймпаду кататься удобнее Но тут на геймпаде совсем неудобно Да, я говорил уже про чернокнижника Надеюсь, я получу за это награду Ну, награда? Да ладно, прими немного золота 50 голды Да, хорошая таверна Слушай, а ты ничем не торгуешь? Чем-то торгует Чернокнижка Он такой тоже Почти как воин Почти не нужно контролить Не экспириенс Клепанный кожный доспех плюс 1 За 801 голды А у меня 1000 голды, да? Ну, в ДЛЦ Это не про ДЛЦ Тут максимум можно превращаться Вот латный доспех я не могу использовать По дефолту Но если сделать латный доспех из мифрила По-моему, латный доспех Ну, типа тяжелый доспех Сделан из мифрила Считается средним И тогда я уже могу его юзать Мифрил вообще топовый этот Хиллера играешь Палулат, ростовой щит Алибарда, боевая коса 2D4 И модификатор хита Х4 Спех средний будет, да? Да, невероятное совпадение Невероятное Боевой топор плюс 1 Двуручный топор Слушай, а вот двуручного топора Как там? 1D12 1D12, Х3 А здесь 2D6 2D6 круче Правда, Крит, Х2 Двукратный, а вот аппарат трехкратный Короткий меч, плюс 1 Сейчас бы меч за 6200 Сразу в первой таверне Двуручный Бонус, корона, огонь Огонь А что за магический кошелек? Ездит из Мифрила Да, да, да Мифриловая имба На 200 колен поднимает Поднимаешь с колен всех Мифриловая На плюс 2 Но я понял, что из Мифрила Доспехи нужно делать Там даже для магов Можно Мифриловые доспехи мутить И щиты тоже из Мифрила Такие извращения придумывают Когда уже вес содержимого Минус 20% Ну, типа контейнер, да В который можно скидать все И Так-то полезная штука Кстати Для хранения Всякого Какиша Купить Там потом будут сумки Минус 80% Вес снаряжения Другой стороной Можно купить доспех покруче Правда, он не сильно круче 3,5 У меня тоже ведь 3,5, да? Это тоже Ну, 3,4 Поданцев Да, тут, блин Тут очень много Ну, давай Давай, кошелек Хрен с ним Останусь без бабла Зато с кошельком Представляете Есть кошелек, но нет бабла Зато кошелек есть Теперь у меня есть сумка, чтобы его расширить Уже расширил Ну, что ж Пока я неплохо развлекался А ты вовсю притягиваешь неприятности Мне не было так весело с тех пор Как пришлось использовать колченогий стол Вместо таранов Таверни у перевала Богина Слушай, мы направляемся в одно и то же место У тебя, похоже, врагов больше, чем друзей Как насчет того, чтобы путешествовать вместе? Я мог бы научить тебя паре приемов? Да, погнали Хорошо, я буду рад компании Да и возможности поболтать И не беспокойся о том, что придется меня ждать Келгар, Айронфист Сам о себе заботится Келгара, Айронфиста не нужно контролить тоже В кошелек камня даешь им по лицу Ну, тогда камень весит меньше А хотелось бы, чтобы Зарядил так зарядил по лицу Пещера на болоте Форт Локи Форт Локи Задница осла, неплохой таран Блин, был Блэк Так Тут мы найдем еще одного нашего спутника Няшку Здесь мы найдем Няшку По-моему, стоит ее сразу найти Не затягивать с этим надолго Чем раньше заберем, тем лучше Айронфистинг Ну, вообще, я Айронфист Но можешь называть его, как хочешь Да, привет-привет Господа Монахом проходил Сейчас, когда лвла будет Посмотрим, какие классы есть Кем там самая извращенная проходить была бы А то я так не вспомню Что за дела, Калас? Я хорошо заплатил за то, чтобы ты меня защищал Не стоило тебе болтать про то Сколько ты денег из западной гавани везешь Галин, мы с братом подумали, что нам за работу полагается больше, чем ты заплатил Это те самые, которые в таверне были только что Открытым кошельком надо бить Чтоб камень А-а-а Коварный план Коварный план В лицо Нет, я не настолько еще пока крут Но чуть позже, чуть позже Похоже, тебя предала охрана Да, ну и дела творятся Мои охранники свихнулись и решили ограбить меня Ты точно хочешь это сделать, Калас? Ты же помнишь, на что способен наш дрог? Думаю, я рискну, Галин Я был в стольких битвах, что эти двое сопляков и сосчитать не смогут В режиме ху, нет, не играл Их всех и залутай В Чикаго вернулся Сия на стуле Берс круче Любовница главгада Нишка вообще любовница? Там можно с этой стифлингом разве? Того этого, того самого Я заберу золото у всех вас Прямо с ваших остывающих трупов Вы самые обычные преступники Ну ничего, я вам просто так не дамся Не давайся Не давайся Слушайте, а он с рапирой Ой Че-то после первого раунда уже при смерти Так У него полтора к бабла при себе Вот и залутали И рапиру для няшки нашли Намара, не спящий 1D6 Еще и ошеломлять может Накажем рапираста, да Ждал в итоге полчаса И думал, Чикаго, что-то долго у тебя не было Что-то долго у тебя не было Даже переживать начал уже Ну что, подняли кучу бабла и... Так И ладно, няшка подождет немного Няшка подождет Вот сюда в этот закуток сходим сразу Чтоб потом не возвращаться Знакомая игра Наверное, знакомая Наверное, знакомая тем, кто постарше Песики Песики Боже, боже, боже Песики-то сейчас напихают Если немного не завезет Нормально С тифлингом и с эльфийкой Там либо с эльфийкой, либо с тифлингом, да, можно замутить Гоу поняшку Да, пихай, что скорее, что в Невере Действительно Слушай, я тебе двуручник дал Он у тебя выглядит, как будто одноручник Следуйте за мной и постарайтесь не отставать А вот в Готике бы Фу, лоба были Арканом, Балдура Неверов не было Никаких Неверов не было Лол Аааа, давай, берсерка прожать Большой страшный волк Гном здоровый Ненавижу, да, ненавижу, блин, волков Двадцать два годика Странно, что ты знаешь про Невер Был бы орком, выглядел бы как кинжал Видимо, да, видимо, да А был бы мелким тифлингом Для тифлинга, по-моему, двуручный меч Считается даже небольшим оружием, а огромным Пушки не давал А, ты просто заставлял его с кулака всех бить Какой ты Какой ты Рэнбо вообще Подрост владельца Да не, нормально Нормально Рэнбо Музыка такая умиротворяющая Не всем, мне восемнадцать И сирене восемнадцать Это вам, старпёрам, по двадцать два Двадцать один успел Невер пройти А успел ли ты пройти первый Невер? Еще не поднял бы Ну там нужна Не, ну вроде бы поднял бы, но Там нужен фит на Обезьянью хватку Да вроде никто не говорил, что ты ребенок Надо ему в мозгах прописать, чтобы он Поближе стоял Нет, Чикаго Это ты не знаешь всей правды Да? Ты вроде уже говорил, что тебе Не восемнадцать Психологический возраст Столько интересно было Не нужны Так, а режим управления Открыть Персонаж будет использовать Искусственный интеллект Да, ты будешь использовать Дистанцию следования Близко На короткой дистанции Да Обезвреживание ловушек Отключить Извлечение ловушек Отключить И защита лидера Да, давай Защищай меня Дистанции атаки Персонаж будет атаковать В пределах области действия Своего дальнобойного оружия Ну, хорошо Не вскрывать Не вскрывать Автоматическое подбирание Вещей Нет Вижу Хотя, почему бы не Подбирать автоматические вещи Нет, лучше я буду знать Что я подбираю Без скрытности Автоматическая скрытность Входить в режим скрытности Время боя Если обладать Навыком скрыться Из поля зрения Никакой скрытности Чтение заклинаний Резим убийственного колдовства Давай Давай, гном Резим убийственного колдовства Возможности предметов Нет Не используй возможности предметов Не используй хилки Сам буду использовать Способности Да, используй Боевых режимов Да, используй Призыв Да, используй Не превращайся Атака стрелковой Отступления Отключить Включение отключение атак в ближнем бою. Атаковать в ближнем бою. Да, автоматический вызов эмильяров. Отключить. Столько всего настроить можно. Давай, меньше урона союзникам. Мирное следование. Сбивание с ног включить. Наложение. Селена удар чернокнижника в первом раунде. Нанесение урона монстрам, союзникам. Ну, нормально. Зажмут. Пусть не летают. Да, вроде было. Может, там вообще и союзников-то не было. Я что-то не помню. А там вообще можно было союзниками управлять в первом наваре? Они там были вообще? Там вроде в Соленово все время бегаешь, нет? Блин, он у меня по умолчанию прожимает боевую ярость. С нау? Что-то такое слышал. Да, сейчас бы именно в Demon's Souls поиграть. Сейчас вот, как новый пикап приедет. Самое время. Не из лучших. Ну да, тут почти все можно настроить практически. Крайний убог отсутствует. Кстати, надо вот... Надо себе отключить прожимание обилок. Урон союзникам. Так, ага, ага, ага. Вступление, превращение, призыв, использование боевых режимов. Не будет мне... Нет, боевые режимы, ладно. Использование способностей. Вот, без способностей, давай. И без лечилок. Я сам хочу Battle Rage прожимать. В Dao? Ну, кстати, да, в Dao там тоже такая. Можно настроить. Успел продать. Что, демон, даже кричать не будешь? Может, тебя нужно каленым железом заклеймить? Тогда язык развяжется, а? Отстаньте от меня. Я вам ничего не сделала. Ха, ну, командиру Валесу это очень понравится. Это значит, что свою работу он тут сделал. И теперь может забыть про форт и отправиться домой. Но есть еще небольшое дельце с наградами, обещанными за голову разбойников. А если уж бандит-демон, то я даже не знаю, сколько мы за это получим. Ну, конечно, ты можешь рассказать. Там же находится твой лагерь. Валес за это еще больше заплатит. И нам даже не придется убивать других подругов. А, нет, подождите, первый Dao. Первый Dao не такой. Ну, сказал же, я не работаю на этих разбойников. Вы что, глухие или тупые? Поиграть. Тупые? Ну вот, а мы уже хотели оставить тебя в живых. Но ты вынуждаешь нас изменить наше решение! Эээ, постой. Похоже, у нее есть друзья. Няшка. Няшка, няшка, няшка. Оставь бабу мне. Это тебя не касается. Мы солдаты форта Локи. Моя женщина. Ходимся на разбойников. Мы поймали это демонское отродье, когда она пыталась обчистить наш лагерь. И хотим с ней разобраться. Думаешь, ты нас остановишь, да? Знаешь, Валли сможет выдать награду из-за трех разбойников, которых мы поймали. Анимация не очень. Вряд ли он станет задавать нам лишние вопросы. Ну да, вот, а реально не сложно. Особенно, если увидят демона. Вонючего дворфа и грязного оборванца из гавани, которому едва хватило мозгов, чтобы научиться ходить. Вонючего дворфа? Надеюсь, что вы, поганцы, не обо мне сейчас говорили. Иначе вы скоро познакомитесь с моими кулаками. По мне так даже лучше. Давай убьем их всех, а легенду потом придумаем. Кия! Ты еще живой? Еще живой и критующий. А ты откуда взялся? Ну, то есть я уже думала, мне крышка, а потом неожиданно здесь появляешься ты? И посмотри, сколько тут теперь крови. Извини. Просто знаешь, обычно мне люди не помогают. Мы там дворуще. Особенно, ну, такие, как ты. И теперь я? Что значит, такие, как я? А, она симпатичная. Слушай, а ты замечательный. Извини, не хотела, чтобы это прозвучало так удивленно, но вообще-то я удивлена. Это все так, ну, неожиданно. Я хочу сказать, как только люди замечают рога и хвост, они обычно бегут куда подальше. Да еще и все эти сказки про то, что пифлинги прокляты. Кстати, меня зовут Нишка. Хорошо, что ты тут оказался. Я и не знала, как выберусь из этой передряги. Конечно, они бы меня никогда не поймали, если бы это зелье невидимости было неразбавленным. Если я еще раз того торговца увижу. Пикап-мастер. Вооруженный кулак или все же нет? Думаю, да. Но такой хвост, такой, такой клевый он. Гипнотизирующий. Ну, вообще-то я хотела пройти через форт и отправиться дальше на... Я подумала, мне поможет купленное зелье. Видишь ли, если меня видит кто-то из местного гарнирова, не зона, то почему-то хочет посадить в камеру или вообще сразу нападает. И, разумеется, зелье перестало действовать как раз тогда, когда я шла мимо громилы с форта Лока. Они все искали цель полегче. И вот я появилась, как по заказу. Китайское зелье. Каджито наверняка продали. Паленое зелье. Так повелось с тех пор, как новый командир форта объявил награду за поимку преступников. Некоторые солдаты теперь охотятся на всех, кого встретят на дороге, и заявляют, что они поймали разбойников. Это тот же самый разбой. Они грабят путешественников, да еще и награду получают. Теперь дороги стали даже опаснее, чем раньше. Кстати, да, деревья топовые. А ты... Мы идем в форт Локи. Ты думаешь, я могла бы пойти с тобой? Снадцать сорок пять. Я не буду мешать, обещаю. Просто я не знаю, сколько еще смогу продержаться в одиночку. И, ну, я перед тобой в долгу. Я ей не доверяю. Как только ты отвернешься, Тифлинг воткнет тебе кинжал. Да. И убежит с твоим кошельком. Может, у нее прокачано. Сейчас посмотрим. Адгорфы. Грубые вонючие пьяницы, которые готовы первого встречного пополам разрубить, лишь бы показать, какие они сильные. Да? А ну-ка, подойди сюда и повтори, что сказала. Откуда ты знаешь, джинджок? Откуда ты знаешь? Они наверняка все бодяжат. Это должно быть интересно. Ну да. Честный будет бой. У меня даже снаряжения нет. Очень прошу. Позволь мне пойти с тобой. Ты спас мне жизнь. А эти солдаты обязательно снова попытаются меня убить, если поймают. Спасибо. Клянусь, я тебя не подведу. Думаю, эти громилы из форта Лока спрятали мое снаряжение где-то тут. Из форта Лока. Птичка. Кукри. Кукри плюс один. Где мой монах? Где мой монах на кукрях? Знаменитый. А теперь-то у нас есть... Теперь-то у нас есть Рога. Которая умеет автоматически вскрывать. Все готово. Да? Так. Для начала давай присядем. Присядем и подумаем. Слушайте, было прикольно, если бы он садился еще с фейспалмом. Типа посидел, пофейспалмил и снова фуловый. Разные нестандартные отруски. Да боже, ну смотри какой он клевый у нее хвост. Он так... Гипнотизирует. Так. Так-так-так-так-так-так. Что, не прокачивал химию? Она вроде по умолчанию вскрывает замки. Да, и это круто. Опять же, не нужно контролить. Но мне все равно нужно контролить, чтобы она бэкстебы прописывала. Крупнее меня. Да, портрет. Ну да, сломался, но там потом, наверное, он сделается. Наверняка в этом сделается. Да, наконец-то рога. Ловкость 17. Ну почему 17? Почему не 18? 14 телосложения, 16 инты, 8 мудрости и... А почему 12 харизм? По-моему, тут все 18 харизмы. Только для Звездных войн. Где там Хилл был с фейспалмом. А она умеет сирене, а в алхимию-то, видишь, у нее алхимия на 3 прокачана. Так-то. Но, видимо, этого недостаточно, чтобы сварить зелье инвиза. Крепкая рога, крепкая. Но она, по-моему, на 2 уровня отстает же. За счет того, что тифлинг или на уровень. Прокачано знание. Использование магических устройств. Ловкость рук. Незаметность и обезвреживание ловушек, да? И установка ловушек. Фехтование. А, там, типа, точность через ловкость. То есть, точность оружия зависит от ловкости. Да, та самая игра. Скачаем вот на респеке. Давно и конец. Да зачем респеке? И так нормально. Темноте, дьявольская сопротивляемость. Недоучка. Бодяжная мочубромина от зелени не отличит. Тифлинги тоже на левел. Ну, на левел, на уровень, либо на 2 уровня. Склонность к умению обман. Скрытая атака, уклонение. Тут где-то прям должно быть в описании. Блин, я не помню, сколько она отстает. Но, по-моему, тифлинги отстают на уровень. В развитии. Что тебе нужно? Отстают в развитии на уровень. Ну, на один уровень, да. Но я-то граблю, а она ворует. Принципиальная разница. Так, тут тупик. Ракетир. Если хотим быть евреем, даже своей семье говоришь, что они евреи, то ли. Большой куш вспомнил. Так, что там, сразу в форт надо идти, наверное, да? Форт морозного матрика. Собственно, и вариантов-то особо нет. Там в форт. Возьмем пару заданий и пойдем дальше. Может, какой-нибудь немытый двуручник плюс один купим. Если он там будет. Тут вроде максимум можно до 20 уровня качнуться, да? Больше 20-го там и не докачаемся никак. Да, кстати, нужно же ей что-нибудь дать. А то у него ничего нет. Ничего у нее нет. Кинжал, кинжал. Дадим ей рапиру, конечно же. Конечно же рапиру. Рапиру и кинжал плюс один. Она там вроде умеет в дуал-вилд. И кожаный броник. А, пара-па-па-па-па. Так. Так вот. Что, от этого нельзя? Шмотки в номере. Плюс один, плюс два. Да, плюс пяти. 16 двуручник есть. Нет, максимум плюс пять. Чего не получается? Модификатор атаки плюс два. Минус два. Почти никогда попадать не будет. А если ей просто рапиру оставить? Плюс шесть. Плюс шесть и одна атака. А так плюс два, минус два на две атаки. Ладно, попробуем с двумя. А нам не для урона нужна. Да, в маске там явно больше. Не помню, до скольки максимум в маске. Династия на фикс-фокус. Вообще одежда. Снимай. Нельзя всё снять. Нельзя просто так взять и всё снять. Солдат форта Локи. Так. Слушай, вы же не против, да, что я тут у вас всё позаимствую? А тут типа уже крафт, уже крафтить можно. Тут, по-моему, крафт тоже такая запутанная система крафта. Ну как запутанная? Там можно много всего сделать. Мы, наверное, будем крафтить. Фулл ХП. Шаление, которое лимиты не слыхал. Кон номер с печатью лимит. Так, ладно, там уже за этот... За линейку опять пошло. Приветствую, если ты пришёл сюда для того, чтобы его использовать за ремесленными инструментами, то я могу тебе помочь. Тут такое вообще. Ну да, конечно. Что бы ты ни делал, создавая алхимические формулы, ковал стальной клинок или зачаровывая его в идеальный инструмент убийства, процесс довольно прост. Для каждого предмета, или чар, и свой рецепт, или шаблон, из которых становится ясно, какие материалы нужны для изготовления. Собери ингредиенты, положи на стол, заверши процесс. Вот и всё. Что ты хочешь узнать? Ничего не хочу узнать. Сам вспомню, как это всё делается. Но для начала нужно кому-нибудь крафт прокачать. Сложность какая. Максимальная. Стори мод. Максимальный стори мод. А, новое лицо в форт Локи. Если тебе что-то нужно, поговори быстрее. Мне нужно за гарнизоном следить. Здесь командир. Да, и позволь заметить, в форте Локи сейчас такое творится, что это даже к лучшему. Тип-солдатам необходима военная дисциплина. И клянусь богами, они её получат. Здесь для меня работа. Работа? Только если хочешь поступить на службу в гарнизон. Недавно мы потеряли несколько патрулей, включая тот, в котором был командир Тан. Я не хочу посылать своих людей и разыскивать мертвецов, пока я не заменю тех, которые пропали без вести. Может быть, я займусь этой проблемой? Ты, гражданский, хочешь помочь военному гарнизону? Зачем? За деньгами. Значит, ты наёмник. Командир Тан очень хотел сотрудничать с такими, как ты. Если учесть то, что у нас в форте с недавних пор не хватает людей, то альтернативы я не вижу. Хорошо. Сколько ты хочешь получить за эту службу? Опять дипломатия. Опять дипломатия. Ладно, давай 200. Ага. Это большая сумма, она вполне приемлемая. Да, да, большая сумма. И начать поиски. Все три патруля пропали к востоку отсюда. За последние несколько дней... Несколько сезонов нам никто не сообщал о каких-либо происшествиях в том месте, поэтому то, что с ними случилось, для нас загадка. Здесь ничего неинтересного нет, кроме равним до старого кладбища. Разумеется, мы находимся прямо на границе с топами, так что сюда может кто угодно забрести из болот. Еще нужно что-то знать. Ничего примечательного. Ага. Ладно, пойдем на кладбон. Куда все идут, настоящие искатели приключений вначале? Конечно же на кладбон. Ну, конечно же на кладбон. Ну, куда еще? Конечно на кладбон. Лиза. Лиза, Лиза, Лиза. Да, варвар-дипломат нет. Только запугивать, к сожалению, умею. Только запугивать. Рада встреча, путешественник. Ты пришел в форт Локи в поисках убежища, так же, как и все мы. Тут становится тесновато, но если нужно, то мы найдем тебе комнату. Я просто прохожу мимо. Если хочешь побродить за фортом, предупреждаю, тут есть разбойники. Да ладно? Типа челлендж такой. Так. Отличный челлендж. Грабят путешественников эти разбойники. Конечно, они же разбойники. На этот раз они пошли еще дальше. Они берут в плен заложников и требуют за них выкуп. Так они поймали моего мужа. Может быть, я смогу с ними разобраться? Ты хочешь мне помочь? Какая удача. Благослови тебя Боги за свою доброту. Да, я самый добрый в мире варвар. Всего-то пяти человеком глотку перерезал вначале, но все равно добрый. Да, даже в Скайриме сразу к мертвецам. Только не забудь про награду. Конечно, конечно. Так, по-моему, я знаю, где располагается лагерь бандитов. Как-то видел, а большой лагерь по дороге в Форт Локе. Если там живут разбойники, то представляешь, сколько они там хранят золота. Ты можешь показать на карте, где находится этот лагерь? Конечно. Возможно, у них там есть золото, добытое противозаконными способами, и мы можем им поживиться. Крутяк. Кто-то хочет золото, а я хочу золото. Все хотят золото. Слушайте, а здесь вроде интендант был, который барыжил. Должен был быть... А, да, вот инспектор. Инспектор Гаджет. Расстричь, я тебе не подался. Тут по дороге один батливый торговец. Он должен был идти с двумя охранниками. Зовут Галлен. Слушай, не, не встречал никого. Кто бы соответствовал твоему описанию. Надеюсь, с ним все в порядке. Галлен мой хороший друг. Я боюсь, что в свое последнее путешествие в Западную Гавань он нанял слишком мало телохранителей. Твое лицо мне знакомо. Ты, случайно, не из Западной Гавани? Да. Выход из Гавани ни с кем не спутаешь. А уж я подавно не спутаю, ведь я и сам из Западной Гавани. Я кормик, инспектор городской стражи города Навервинтер. Ты вряд ли меня знаешь. Знаменитесия среди городских стражников немного. Я так рад, так рад нашей встрече. Погоди, я тебя знаю. Ты приемный сын Дейгуна. Да, точно, мог бы торговать тут, но не сложилось. Но не сложилось. Топ-шмотки крафтятся или выпадают? Ну, лучшие пушки вроде можно самому сделать. А вот броня, броня выбивается, либо покупается, насколько я помню. А пушки нужно самому делать. Ты приемный сын Дейгуна. Да, вот уж не думал, что здесь тебя увижу. Как там твой старик поживает? Да так, так себе. Бывали у него деньки и получше. Он рад слышать. Он скрытый человек, но сердце у него доброе. Я смотрю, из него вышел хороший отец. Скажи, почему ты добрался так далеко от Западной Гавани? Просто хочу мир посмотреть. Ну что ж, если когда-нибудь тебе кажется, что в Навервинтере будешь нуждаться в работе, то я тебе обязательно что-нибудь подыщу. Мы жителей Гавани друг друга не бросаем. Ну и здорово. Так, ну все, тогда пойдем. Барыги здесь нет. Барыга закончился в пути. Чуть-чуть не добрался до форта. Бросать линягу? Ты что хоть такое говоришь-то, Рэнбо? Много читать. Но стример просто пока еще не устал. А что, Чикаго не нужно? Опять это баба с серпом. Опять это баба с серпом из Ковенанта Крови. Так. На Кладбон или в лагере бандитов? На Кладбон. По пути вам встретились неожиданное препятствие. Неожиданное препятствие. Предводитель разбойников. Стоять на месте. Все, кто идет по этой дороге, должны заплатить пошлину. Десять золотых. Давайте деньги и можете идти дальше. Ага-ха-ха. Что, думаешь, Килгар? Они совсем заморыши. Мы их без труда сделаем. Конечно, сделаем, лол. Ты прав. Давай зарежем этих дурней. Надо нишке, кстати, что-нибудь стрелковое дать. На Кладбоне сложнее. Да вроде там скелеты, видишь? Духлые. Полудухлые скелеты. Нишку нужно тут только контролить. Да, сейчас бы сдохнуть за десять голды. Но ты же видишь, не знаю, немытого варвара с двуручником и немытого дворфа с двуручником. И ты требуешь десять голды? Ну, бас. Отполированный ключ. Занимался тем, что полировал свой ключ, сидел. Что ли? Замбалишь, что каждым ударом... А, точно там же. Великие перчатки концентрации. Да не нужна мне концентрация, блин. А болезнь лечится или нужно как-то ее хитро обыгрывать? Болезнь проходит или не проходит? Или нужно прям куда-то идти и лечиться от нее? Ну, тогда давай в лагерь разбойников. В лагерь разбойников там уже наверняка какие-нибудь пушки может есть. Может, двуручник плюс один найдем или что-нибудь такое. А потом уж на кладбон. А потом уж на кладбон.